Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор от компании Тикмилы. Сами я, Артур Изятуллин. Сегодня стали известны результаты встречи между США и Китаем. Это были переговоры на низком уровне. И скептики относительно данной встречи могут восторжествовать. Четвертый раунд поиска компромиссов, как и три предыдущих, провалился. Процесс замедлился до мертвой точки. Белый дом объявил, что дальнейших переговоров не запланировано. Теперь неизвестно, что может заставить участников вновь задуматься о перемирии. Сейчас наступает время вновь переключиться на экономические данные. Bloomberg охарактеризовал результаты встречи как без серьезного прогресса. То есть можно ожидать дальнейшего роста напряженности между двумя странами. Шанхайский ампатитный индекс сегодня делает вялые попытки роста. Но у него это не получается. Он сейчас консолидируется к уровню 2700. В ожидании каких-то дальнейших негативных новостей, чтобы совершить медвежий пробой. Американские рынки, напротив, закрыли четверг в небольшом минусе и сосредотачивают свои силы для продолжения роста. Что еще более интересно, так это решение китайских коллег воздержаться от переговоров до ноября. То есть вот такой хитрый шаг, когда в США будут как раз таки проходить промежуточные выборы, когда республиканцы и демократы будут бороться за все 435 мест в плате представителей и за 35 мест из 100 в Сенате. То есть Китай сейчас делает ставку на дальнейшие политические фиаско Трампа и укрепление власти демократов, которые вроде как представляют оппозицию текущей торговой политики президента. То есть они выступают против тарифов. Трамп, в свою очередь, сейчас черпает уверенность из фондового рынка США, который находится на максимуме и, мягко говоря, неважной динамике китайских акций. В заявлениях по итогам переговоров с обоих сторон не было ничего, кроме как дежурных формулировок об открытой конструктивной дискуссии, о соблюдении обоюдных интересов и так далее. То есть вообще практически никакого прогресса, судя даже по результатам этих заявлений. В отсутствие прогресса по переговорам растет вероятность, что Трамп сейчас идет новый тариф на объем годового импорта на 200 миллиардов долларов китайских товаров. Эти тарифы могут вступить в силу уже в следующем месяце. Обсуждение тарифов продолжится до 6 сентября. Среди американских компаний логично растет недовольство жестким политическим курсом, однако администрация уже предложила им вариант подстраховаться, и этим вариантом стало снижение налогов. Избыток средств, которые получат компании, скорее всего, будет использован для обратного выкупа акций. Напомню, что обратный выкуп акций – это наряду с дивидендами возможность вернуть деньги инвесторам, особенно в то время, когда возможности для инвестирования ограничены, то есть перспектив для расширения нет. И сейчас, чтобы найти общий язык с акционерами, как-то поддержать их лояльность, как раз-таки компании используют обратный выкуп акций у инвесторов. Это, соответственно, является механизмом абсорбирования акций с рынка, и таким образом поддерживает их курс. Обратный выкуп акций обычно используется как гибкая мера для взаимодействия с инвесторами, когда дивиденды являются менее гибкой мерой, и обычно менеджеры компании очень внимательно обдумывают возможность повышения дивидендов, так как лишние колебания в их изменениях очень плохо отражаются на рыночной стоимости компании. То есть, если компания подняла дивиденды, она как бы дает обязательство дальше их поддерживать, в то время как, если она хочет какой-то временный избыток средств, полученный либо от операционной действенности, либо, как сейчас, от налогов, если она хочет вернуть эти средства инвесторам, то, скорее всего, она будет использовать именно обратный выкуп акций. В этом году у нас ожидается рекордное количество выкупа акций на 1 триллион долларов. Это максимальное количество за всю историю. Goldman Sachs подсчитал это для нас. Также касательно изменения в объеме выкупа акций по месяцам. Следует заметить, что также по расчетам Goldman Sachs исторические показатели указывают на то, что август является самым активным месяцем для обратного выкупа акций. То есть, компания направляет из общего годового объема средств на обратный выкуп именно максимальную долю именно в августе. И затем следует ноябрь. 12% из общего годового объема. И именно по какому-то не особо странному совпадению, именно в ноябре у нас будет проходить выборы в Конгресс, и именно тогда будет ожидаться волатильность на рынке. То есть, сейчас вот этот обратный выкуп акций, он служит как некоторый такой бычий драйвер для американского фонда рынка, который, вероятно, будет поддерживать рыночную стоимость акций. Сегодня также стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Пауа в Джексон Хоу. Там встречаются главы других мировых центральных банков. Сейчас Пауу противостоят два главных вызова. Это недовольство Трампом на своем протеже и разумность повышения ставок в ответ на не совсем естественный рост инфляции, то есть вызванный тарифами. Другими словами, тарифы в некоторой степени маскируют инфляцию, порожденную экономическим подъемом. И если сейчас в ноябре демократы укрепят свою власть и как-то начнут противостоять политике президента, политике текущей администрации, то есть такая небольшая вероятность, что может быть запущена деэскаловация конфликта с Китаем, то есть возможность какой-то откат тарифов, и тогда ФРС, естественно, придется попотеть с определением необходимого уровня процентной ставки. Беспочвенность первого повода для беспокойства, то есть то, что недовольство Трампом по своему протеже как-то может повлиять на политику ФРС, это уже опровергнул глава ФРБ Далласа Эрберт Каплан, заявив о том, что Трамп никак не может повлиять на решение ФРС. На рынок также возвращается беспокойство по поводу кризиса беженцев в Европе. Итальянские пулисты Димайо и Сальвини, они выступили с обращениями к Евросоюзу о том, что не будут делать членские вносы в ЕС, если соседини не согласятся как-то распределять иммигрантов между собой, в частности не принять лодку с беженцами, пришвартовавшись в Сицилии. Евро вчера снизился, произошло снижение евро с уровня 1,1590, вот здесь было снижение с 1,1590 до 1,1540, именно как раз таки на комментариях Димайо. То есть сейчас к монетарной дивергенции США и ЕЦБ добавляется еще фактор вот этого вяло текущего кризиса с мигрантами, который остается нерешенность, несмотря на то, что его как-то пытаются замалчивать, поэтому дальнейший поход евро-доллара, на верх, на мой взгляд, сильно ограничен. Скорее всего, пара возобновит тест уровней, которые расположены ниже, это уровень 1,14, 1,1350, то есть как-то будет приближаться к предыдущему минимуму, так как фактор эскалации конфликта между Китаем и США, он действует положительно на доллар, и по итогам неуспешных переговоров можно будет ожидать дальнейший тариф и, соответственно, дальнейшее ускорение инфляции, а затем и повышение ставок ФРС. Вчера рынок недвижимости, из экономических данных, вчера рынок недвижимости по США разочаровал за июль, продажи новых домов упали на 1,7%, вопреки прогнозам роста. Данные по пособиям по безработице превзошли ожидания. Сейчас по евро-доллару остается ближайшая цель, это уровни 1,14, 1,1350. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в понедельник.